Ишхан Сегодня у нас долгожданная поездка в горы. По пути проезжаем живописную деревушку Фатагу и делаем здесь первую небольшую остановку. В двух километрах от Фатаги сохранилась старая мельница с акведуком. Для ее посещения нужно от придорожной парковки пройти вперед 50 метров и спуститься на 20 метров вниз. Еще через километр можно заехать в Пальмовый оазис. Перед восхождением на Рока-Бентайга бесплатный музей и парковка. Восхождение на пик по хорошей тропе не более 300 метров, но местами крутовато. Рядом с вершиной много древних пещер Гуанчей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Теперь отправляемся на Роккен-Угло. По прямой между пиками 4 километра, а по дороге не менее 15. Парковка перед восхождением на Роккен-Угло не вмещает всех желающих, но надо обязательно дождаться освободившегося места, чтобы не иметь проблемы с полицией. Роккен-Угло, что в переводе означает скала в облаках, является вулканической скалой высотой 1813 метров от уровня моря. Она образовалась в результате извержения вулкана 4,5 миллиона лет назад. Роккен-Угло является центральной экспозицией огромного национального парка, парка Руэль-де-Нубло, площадью 26 гектаров, расположенного в нескольких километрах от города Де-Эда. Тропа проходит вдоль леса канарской сосны, являющейся местным эндемиком. Роккен-Угло – это не только одна из самых посещаемых достопримечательностей, но и символ острова Гран-Канария. На скале расположился естественный шпиль высотой 60 метров, похожий на палец человека, указывающий в небо. Помимо основной вершины, у горы есть еще один шпиль, известный как монах. Для местного населения Роккен-Угло всегда было священным местом. Роккен-Угло всегда было священным местом. Именно там, согласно легендам, аборигены совершали обряды поклонения своим богам. Мистического значения Роккен-Угло не утратило и по сей день. Считается, что если прикоснуться к камню и загадать желание, оно обязательно сбудется. Буквально в 500 метров от парковки Роккен-Угло имеется панорамная точка с очень красивыми видами. Отсюда прекрасно видны оба пика Роккен-Угло и Роккен-Бентайго, на которых мы сегодня побывали. Это была Гран-Канария в июле 2016 года.